привет и добро пожаловать на следующий урок мы сегодня заливаем второй слой подноса картины первый слой у нас уже высох прошел прошли 24 часа абсолютно высох подносик я его заново закрыла скотчем бумажным бортики и изнутри также как и в первый раз я оставила немножко места для смолы то есть у нас скотч доходит не до смолы а немножко выше где-то сантиметра полтора я оставила и полностью бумажным скотчем бортики снаружи изнутри и сверху перекрыла у меня лежит такая плотная пленка это обложка плотненькая именно я и закрывала поднос от пыли сегодня вообще не буду заморачиваться с цветами у меня будет голубой буквально капелька прозрачный и голубой плюс графитовым если вдруг вам все прям нравится вы боитесь испортить вы можете залить поднос сейчас абсолютно прозрачным цветом и слегка добавить волну еще либо можете даже не добавлять полу нам главное чтобы наши манты сегодня полностью ушли под воду их спинки не должны выпирать где тщательно перемешала в другой стаканчик тоже наливаю смолу прозрачную обязательно оставляю его второй стаканчик добавляю немножко нашего пера уже замешанного цвета получился слишком яркий поэтому разбавила и и возьму наш графитовый цвет чтобы углубить еще немножко нашу воду буквально одну капельку графита и конечно же у нас порошок красивый будет потому что я буду добавлять волну тоже совсем немножечко даже там 0,5 даже меньше совсем граммулечку нам нужно этого смолы вместе с порошком поэтому много не наливайте смолы все у нас с вами готово мы создаем такой уровень прозрачности чтобы он не перекрыл всю красоту которую у нас есть с вами порошочек резевые замешиваю и готовлю поднос к заливке второго слоя и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Распределяем нашу прозрачную смолу. Смотрите, чтобы равномерно у нас смола растеклась по всему подносу. Это очень важно. Следующий слой у нас будет термо, он очень тоненький, поэтому смотрите, чтобы сегодня все прям хорошо смола у нас затекла во все углы обязательно. И смотрите, если у вас получилась красивая волна, вы не хотите ее перекрывать, значит вы прозрачной смолой поднимаетесь повыше, чтобы всю эту красивую ажурную волну было хорошо видно. Я добавляю немножечко своего цвета. Он у меня очень прозрачный, такой легенький-легенький оттенок голубого. Я прям хаотично лью на поднос. Добавляю еще прозрачного в этот цвет оставшийся. Там практически уже цвета нет, он такой еле-еле прозрачный. Еле-еле голубой, практически прозрачный. И наш цвет вместе с графитом. То есть там одна капелька графитового, одна капелька голубого. Там, где я считаю, что нужно притемнить, я добавляю этот цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Смола хорошо равномерно растеклась. Пузырьков практически нет у меня в этот раз. Опять же, если у вас много пузырей, снимайте скотч и проходите с горелочкой. А я оставляю поднос. Жду, пока смола подзагустеет. И после этого сделаю пену.